Презентация 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 Классификации в онкологии Меняются очень быстро Если мы возьмем классификацию Всемирной организации здравоохранения То эти руководства пересматриваются Сейчас Чаще, чем раз в 10 лет Раз в 8, в 6, раз в 4 года Пересматриваются То есть в этом отношении мы можем с вами Столкнуться с тем, что Нет нам покоя Нужно следить за тем, что происходит в специальности Каковы основные базовые Принципы формулировки диагноза Это первый принцип То, что он должен быть фактически и логически обоснован Диагноз – это отражение Представления врача о пациенте О его состоянии О его динамике О том, откуда и куда он идет И здесь, в общем, мы руководствуемся Принципами формальной логики Но формулируя диагноз Мы должны его обосновывать фактически Это приводит к тому, что в этом заключении О состоянии здоровья пациента Должны быть указаны факты На основании которых вы это заключение сделали А зачастую этими фактами являются результаты Различных анализов Лабораторных или инструментальных Это, собственно, ответ на вопрос Надо ли выносить результаты Каких-то анализов в диагноз Ответ – да Нужно, если эти результаты Являются обоснованием Вашего заключения И вы формулируете именно на их основании Свой диагноз Второй пункт, собственно, с которого, пожалуй, Елена Викторовна и начала Это то, что диагноз должен быть оформлен В виде унифицированных рубрик К сожалению, неверный диагноз Это не просто неверный с точки зрения логики Или с точки зрения представления о больном диагноз Неверным считается просто неправильно Оформленный диагноз Это касается в том числе его рубрификации Поэтому даже если ваше содержание рубрик Является адекватным и соответствующим состоянию пациента И течению заболевания Но вы эти рубрики неверно обозвали Неверно расставили Это неверно оформленный диагноз Неправильный диагноз И это может быть печальным поводом Для санкций штрафных с одной стороны И это, к сожалению, является досадным поводом Вынесения расхождения диагнозов Если речь идет о слечении клинического и посмертного диагноза Диагноз должен быть нозологическим Нозологически это значит, что в диагнозе основного заболевания У вас должна быть указана конкретная нозология Не синдром, не группа заболеваний А конкретная нозологическая единица В соответствии с номенклатурой болезней И действующими классификациями И вы видите, несмотря на то, что он должен быть кратким Он все-таки должен быть развернутым То есть он не должен состоять из одного слова или двух Он должен включать в себя те факты Те логические доводы, которые у вас возникли При столкновении с пациентом И ваше представление о патогенезе этого заболевания И, понятное дело, он должен быть своевременным Но это категория отдельная Нас сейчас интересует его смысловое наполнение Так вот, рубрик в диагнозе всего три Это основное заболевание, осложнение основного заболевания И сопутствующие заболевания Это формализованная история Эти рубрики должны быть наименованы именно таким образом В ряде случаев есть внутриучрежденческие локальные формы нормативных документов В том числе, скажем, форма истории болезни В которой пытаются дробить рубрику осложнения основного заболевания Или вообще рубрику осложнения на две категории На осложнение заболевания и осложнение лечения На сегодняшний день, с точки зрения рекомендаций генеральных Эта рубрика не дробится Это единая рубрика, которая включает в себя Как осложнение самого заболевания Так и осложнение лечения Которое по поводу этого заболевания пациент получал Потому что если бы пациент не болел Не было бы лечения, не было бы осложнение лечения Логика такая Ну и сопутствующие заболевания Иногда отдельно выносится рубрика Непосредственная причина смерти Это, в общем, история опциональная Мы немножечко ее коснемся С точки зрения формализма и общих рекомендаций Других рубрик нет Что касается основного заболевания Это одна или несколько нозологических единиц По поводу которых проводилось обследование и лечение Во время последнего этапа оказания медицинской помощи То есть мы с вами говорим не только по смертном диагнозе Что может невольно вызывать ассоциацию, так сказать, с моей специальностью Мы говорим о генеральных принципах формулировки диагноза Вне зависимости от ситуации В том числе для пациентов живых В том числе при установлении первоначального диагноза При установлении этапного диагноза Заключительного диагноза или выписного Не только по смертного И здесь единые принципы И мы формулируем с вами диагноз в конкретный момент времени Поэтому основные заболевания в разные моменты времени У одного и того же пациента могут быть разные В зависимости от того, по поводу которого из заболеваний В которых у него может быть букет Мы живем в эпоху полипатии и полизаболеваний, которыми страдают люди сейчас Так вот, эти основные заболевания в разный момент времени В разные обращения могут быть разными И мы должны тоже это понимать Поэтому дата формулировки диагноза тоже имеет значение И условия его формулировки И эта нозологическая единица должна быть записана в терминах Которые предусмотрены в очередной раз Напоминаю, действующими актуальными классификациями И номенклатурой болезни Что касается летального исхода То это та нозологическая единица Которая сама по себе Либо через свои осложнения Привела к смерти больного И в такой ситуации это называется Заболевание первоначальной причиной смерти То есть основное заболевание для умершего Это первоначальная причина смерти В противовес непосредственный Диагноз может быть, как мы уже заметили Не просто монокаузальным То есть когда у нас имеет место Одна нозологическая единица Но может быть бикаузальным Или мультикаузальным Когда имеется сразу несколько нозологических единиц Которые одновременно являются поводом Для госпитализации и обследования Либо если пациент скончался Могли принимать участие в танотогенезе Что касается правил формулировки Основного заболевания То это, собственно, одна из самых информативных рубрик Самых емких В которой помимо нозологической единицы Или формы Заболевания, которым пациент страдал Необходимо уточнить характеристики Этого конкретного заболевания Или этой нозологической единицы Если мы будем говорить об опухолевых заболеваниях То это может быть гистологический вариант Степень злокачественности И так далее Кроме того, в этой же рубрике указываются Проявления и важные особенности Патологического процесса Которые вы считаете необходимым Вынести в диагноз Потому что вы считаете их важными С одной стороны А с другой стороны Потому что какие-то проявления Или особенности патологического процесса Могли быть обоснованием Выбора конкретной тактики В этой конкретной ситуации Кроме того, мы, конечно, должны кодировать В рамках системы МКБ Это история, которая связана В том числе и с финансированием И здесь у нас наиболее широко распространено Кодирование с указанием Топографического или локализационного кода Которые всем известны Для онкологических заболеваний Это категории С и Д Но помимо топографического кода В рубрификаторе МКБ Есть еще и гистологический код И вот гистологическое заключение Нозологическая форма В плане гистологического варианта И гистологический код Также могут быть вынесены В основное заболевание Это, в общем, позволит вам Продемонстрировать Максимум информации В этом кратком заключении Кроме того, при необходимости Сюда же указываются данные Лабораторных, биологических Биохимических Культуральных исследований И так далее Которые, опять же, либо характеризуют Течение заболевания Либо в определенной степени Являются обоснованием Выбора тех манипуляций Или действий, которые с пациентом Осуществлялись В рубрике основного заболевания Указываются все оперативные Мешательства, выполненные По поводу основного заболевания Это касается как диагностических Так и лечебных манипуляций Указывается доступ, объем вмешательства Его дата И способ, если есть какие-то его нюансы То есть полная характеристика В том числе и хирургического вмешательства Даже если это диагностическая манипуляция Но только тех, которые выполнены По поводу основного заболевания Кроме того, если пациент получил Какое-то системное или локальное воздействие Отличное от хирургического Эти данные также должны быть Вынесены в диагноз То есть химиотерапия Химиогормонотерапия Гормонотерапия Иммунотерапия Все эти манипуляции Все эти воздействия на пациента Должны найти свое отражение В диагнозе с указанием препаратов Схем, линий Дат, введений И эффекта На момент, если вы можете оценить Эффект при формулировке диагноза Ну и перейдем все-таки к примерам Это пример монокаузального диагноза Для примера это рак головки поджелудочной железы У нас есть гистологическое исследование Есть верификация Это нейроэндокринный рак У него может быть степень злокачественности только 3 Потому что это низкодифференцированная нейроэндокринная опухоль Мы можем указать сюда индекс пролиферативной активности Потому что он может быть в ряде случаев Одним из критериев выбора того или иного терапевтического подхода Мы должны здесь указать степень распространенности процесса Как локальной То есть выход за пределы органа Распространение на региональные сосуды На соседние органы прилежащие Здесь же мы указываем наличие локальных, локорегиональных или дистантных метастазов Указываем стадию по ТНМ Потому что у нас есть морфологическая верификация Здесь же мы можем указать проявление заболевания В виде карциноидного синдрома Потому что это определяет тяжесть течения заболевания И в том числе выбор воздействия на этого пациента Мы можем указать лабораторные данные Повышение каких-то онкомаркеров С указанием значения и даты анализа Не нужно выносить в диагноз все анализы, безусловно Вы должны вынести в диагноз только те анализы На основании которых вы формулируете какое-то заключение Или какие-то показания к каким-то действиям Которые с пациентом осуществляются Опять же, если этому пациенту выполнено оперативное вмешательство Необходимо указать доступ, объем вмешательства и его дату Если пациенту выполнена химиотерапия Мы должны указать препараты, схемы, дозы, сроки введения, эффект этой терапии Как мы ее оцениваем То же самое касается и лучевой терапии Нам необходима информация о зоне, дозе, сроках и эффекте Почему эта информация важная? Потому что вот у нас недавно был случай Пациент 12 лет назад получал лечение по поводу герминогенной опухоли яичника Господи, яичка И у него были метастазы, изобрешенные лимфатические узлы На которые он получил лучевую терапию А потом у него прогрессирование, в том числе прогрессирование в забрюшенных лимфатических узлах И ему необходимо выполнить вмешательство в забрюшенной зоне Наличие такого модифицирующего фактора, как лучевая терапия в анамнезе Это важные данные Потому что постлучевые изменения сохраняются длительно И это существенно осложнило в том числе и технические выполнения этого вмешательства Конкретной информации о зоне облучения Очень тяжело эти данные из выписок извлечь зачастую В рубрике «Основное заболевание» мы должны указать все проявления заболевания И проявления заболевания мы должны с вами отличить от осложнений заболевания Мы до рубрики «Осложнения» еще дойдем Вернемся к определению того, что такое осложнение Но мы должны с вами уяснить однозначно, что все вторичные очаги, представленные опухолью Это ее проявления Все метастазы, локорегиональные, дистантные Контактная диссеминация Распространение по сирозным листкам Выход в кровь, если мы будем говорить о гематологических заболеваниях То есть лейкемизация Это все проявления заболевания Эти данные должны быть указаны в рубрике «Основное заболевание» Все представительства опухоли Кроме того, это ряд синдромов или состояний, которые связаны непосредственно с опухолью и ее биологией Это то, что опухоль продуцирует То есть карциноидный синдром в этом отношении очень хороший пример Потому что это проявление заболевания При этом осложнением является недостаточность функции того или иного органа В том числе органа, в котором опухоль локализуется Или органа, в котором локализуются ее вторичные очаги Недостаточность функции органов или систем В контексте, в том числе опухолевого заболевания Это его осложнение В том числе и кровотечение Кровотечение из опухоли Кровотечение из каких-то острых язв желудочно-кишечного тракта которые на фоне лечения опухоли возникают, являются осложнениями заболевания, как и патологический перелом. То есть метастаз в кости – это проявление заболевания, а патологический перелом с функциональным дефицитом – это осложнение этого заболевания, как и непроходимость. И вторичная анемия. Мы нередко сталкиваемся с тем, что вторичная анемия почему-то попадает в рубрику «Сопутствующие заболевания». Если вторичная анемия является вторичной по отношению к опухоли, она является ее осложнением. То есть все, что имеет определитель патологический и как-то связано с опухолью, или вторичный и как-то связано с опухолью, должно оказаться в рубрике «Осложнение заболевания». Есть не такие очевидные вещи, есть спорные моменты. Одним из хороших примеров, которые я часто привожу, является асцит. Асцит, который связан с непосредственным поражением брюшины, с карциноматозом брюшины, асцит, который содержит опухолевые клетки, то есть который является опухолевым, является проявлением заболевания и может быть в эту рубрику внесен и указан как проявление заболевания. Но вот асцит, как проявление поражения печени, допустим, вторичного, в том числе при опухолях колоректальной локализации, не является проявлением самого заболевания, а является его осложнением. Что касается распада опухоли, распад опухоли произвольный может быть расценен как проявление опухоли, бесспорно. Распад опухоли с перфорацией органа или с развитием кровотечения – это уже категория, которая уходит в рубрику осложнение. То есть она может быть как-то промежуточное положение занимать, но тем не менее здесь имеет смысл задуматься над тем, куда вы планируете отнести то или иное состояние. Что касается бикаузального диагноза, одна из самых частых ситуаций в онкологии – это комбинированное основное заболевание. Здесь есть несколько вариантов, всего три. Это либо два конкурирующих заболевания. С точки зрения формальной логики и биологии, если у человека полипатия, у него очень большое количество различных новообразований, то у него может быть больше, чем два конкурирующих заболевания. Но с точки зрения статистики, с точки зрения комплексности оценки состояния, возможности оказания помощи, все-таки в этой ситуации мы должны с вами выделить два ведущих конкурирующих заболевания. Не нужно делать бикаузальный диагноз из конкурирующих заболеваний и перечислять все потенциально летальные состояния. То есть так или иначе у пациента, если мы возьмем определение конкурирующих заболеваний, то это те нозологические единицы, каждая из которых самостоятельно, в отдельности может привести к смерти потенциально. То есть если мы говорим о диагнозе у пациента, который не умер, но у него есть несколько заболеваний, каждая из которых потенциально летальна. Но вот в момент времени единый, который мы с вами оцениваем, вероятность того, что у него больше двух заболеваний одновременно угрожают его жизни, она существует, но она в общем не очень велика. Поэтому в этом контексте имеет смысл выбрать два конкурирующих заболевания. Возможно, кроме того, в бикаузальном диагнозе два сочетанных заболевания и, возможно, ситуация, когда имеется одно основное и одно фоновое заболевание. Мы посмотрим, как это, собственно, реализуется в нашей практике. Довольно частый пример комбинированного основного заболевания из двух групп, которые на сегодняшний день являются определяющими причинами смертности в популяции людей, в том числе в нашей стране. То есть одно состояние относится к группе сердечно-сосудистых заболеваний, потенциально летальное. Второе заболевание новообразования, злокачественное, которое по определению летальное. То есть здесь мы с вами должны понимать, что имеется одна формальная регламентирующая вещь, которую мы должны помнить, работая в онкологии. Любое заболевание с точки зрения формальной по определению является потенциально летальным. Понятное дело, что опухоли очень гетерогенные, в том числе с точки зрения скорости и необратимости наступления смерти. Но тем не менее, любая опухоль является потенциально летальной, поэтому она может выступать в качестве одного из заболеваний в рамках комбинированного заболевания как конкурент. Даже если у нее очень локализованная стадия и низкий риск прогрессии на конкретный момент, тем не менее опухоли должны попадать сюда. Это, опять же, такая рекомендация формальная с точки зрения повышения выявления опухолевых заболеваний, чтобы они не ускользали из статистики, чтобы они не уходили мимо. То есть в том числе у пациентов, которые умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, но тех, которые страдали злокачественными новообразованиями, чтобы мы их не теряли из статистики. Опять же, принципы расшифровки диагноза одинаковы вне зависимости от того, мы имеем дело с онкологическим заболеванием или не онкологическим, или инфекционным. Это неважно. Мы все равно должны указать на злогическую единицу, характеристики патологического процесса, важные проявления заболевания, какие-то тесты или результаты анализов, на основании которых мы диагноз сформулировали или сформулировали тактику в отношении конкретного пациента. Что касается сочетанных заболеваний, то по определению это нозологические формы, которыми пациент опять же страдает одновременно. Они находятся в различных патогенетических взаимоотношениях друг с другом, могут взаимно отягощать друг друга, но при этом каждая из них в отдельности не может привести к смерти. Таким образом, мы с вами, исходя из определения, попадаем в ситуацию, что в онкологии выбор бикаузального диагноза варианта сочетанных заболеваний, он исключен. Потому что по определению все опухолевые заболевания злокачественные, даже если это очень тонкая меланома, иссеченная радикально до того, как она перешла в фазу вертикального роста, это потенциально летальное заболевание. Оно не может сочетаться с кем-то, кто бы его сделал еще более летальным. Поэтому сочетание заболевания лучше не выбирать при формулировке диагноза. Как правило, это все-таки сочетание каких-то терапевтических состояний, ишемической болезни сердца, и легочной какой-то патологии. Они могут патогенетически усугублять течение взаимно друг друга и таким образом приводить к наступлению, в том числе, летального исхода, вне зависимости от того, наступил он или нет. То есть, тем не менее, определение именно таково. Что касается фоновых заболеваний, то это нозологическая форма, которая играет существенную роль в возникновении основного заболевания. За счет того, что она имеет общий патогенез с основным заболеванием и утяжеляет его течение и может способствовать наступлению летальных осложнений. И такие примеры в онкологии есть, их не так много. То, что быстро приходит на ум, это вирус, ассоциированный к арциному или к арциному, которые имеют вирусную этиологию. Здесь приведен пример гепатоцеллюлярного рака, для которого фоновым заболеванием, которое и этиологически, и патогенетически связано с гепатоцеллюлярным раком, вирус ассоциированным, и усугубляют его течение за счет снижения функциональных резервов печени. То есть здесь мы соблюдаем все условия, которые имеются в определении комбинированного основного заболевания, когда у нас есть основное и фоновое заболевание. Другим довольно распространенным, к сожалению, сейчас примером могут быть ВИЧ-ассоциированные опухоли. ВИЧ-ассоциированные опухоли также имеют этиопатогенетическую связь с вирусом иммунодефицита с одной стороны, а с другой стороны иммунодефицит вторичный по отношению к ВИЧ-инфекции усугубляют течение опухолевого процесса в принципе любого. Мультикаузальный диагноз, когда у нас несколько основных заболеваний, которые, собственно, у нас попадают в рубрику основное заболевание. И здесь у нас есть несколько вариантов. Это семейство болезней, то есть это этиологические, патогенетические, связанные между собой нозологические единицы. И здесь мы в онкологии, безусловно, сталкиваемся с наследственными синдромами и вообще с опухолевыми синдромами. То есть это первично множественные опухоли, которые имеют синдромальный генез. И второй вариант – это ассоциация болезней или случайное сочетание нескольких заболеваний. И в опухолевой патологии это, конечно, спорадические первично множественные раки, которые не имеют какой-то единой предрасполагающей мутации, допустим. Но в силу возраста у пациента может быть несколько спорадических заболеваний. Но здесь тоже могут быть несколько нюансов с точки зрения формулировки диагноза. Вот у нас, допустим, у человека имеется рак теломатки, меланомы, рак антрального отдела желудка. Перечисляются все нозологические единицы. Вообще, когда пациент страдал первично множественными заболеваниями, эта информация очень важная всегда. Особенно, когда у человека возникает вторая и следующая опухоль. И очень важно знать, какой нозологической единицей была первая опухоль или вторая опухоль. Поэтому эти диагнозы у пациентов с первично множественными заболеваниями, они громоздкие, да, но они очень информативные. Они позволяют определить в том числе необходимости показания к генетическому, молекулярно-генетическому обследованию, консультированию, к обследованию родственников, к наблюдению за такими семьями. Поэтому, конечно, эта информация не является неважной, и она должна в диагноз выноситься в соответствии с всеми теми же принципами. То есть нас интересует и локализация опухолевого процесса, и его гистологический вариант, и его стадия, и характер терапии, который пациент получил по поводу каждого из онкологических процессов. Это в том числе очень важная информация с точки зрения дифференциальной диагностики новой опухоли или прогрессирования старых, прошлых, предыдущих новообразований. То есть если у нас, ну вот у нас сейчас, например, есть материал у пациентки карциноматоз брюшины большого сальника, и там низкодифференцированная опухоль. Все, что мы знаем, что у нее в анамнезе рак молочной железы. Все, ни гистологического типа, ни стадии, ни лечения, которое она получила. Ну, то есть прошло там 6-8 лет. Потому что разные гистологические варианты рака молочной железы, разные молекулярные подтипы рака молочной железы имеют разный риск прогрессии. Раз, имеют разную степень вероятности иметь определенные морфологические проявления. То есть просто даже эта информация в диагнозе могла бы позволить нам сократить диагностический путь вот в таком контексте. То есть мы могли бы знать, какая вероятность того, что это прогрессия рака молочной железы. Насколько она высока или низка. Может, у человека мезотелема брюшины. То есть это сокращает диагностический путь и снижает его стоимость. Вот такая вот, собственно, простая информация, предоставленная в направлении на гистологическое исследование. И пример второй. То есть если у человека есть полипотия с точки зрения первичном множественных злокачественных новообразований, но при этом он умирает от инфаркта мозга, то в такой ситуации стоит сформулировать диагноз как комбинированное основное заболевание и на первое место выносить то состояние, которое фактически явилось первоначальной причиной смерти. То есть пациент может страдать множеством различных опухолей, в том числе очень злокачественных. Но на сегодняшний день все-таки, ну, по крайней мере, часть опухоли, не будем говорить о какой-то доле, но тем не менее мы можем контролировать опухолевые заболевания и контролировать их довольно эффективно, и люди будут умирать от других процессов. И когда мы формулируем посмертный диагноз, мы, безусловно, должны учесть весь тот спектр и разнообразие опухолевой патологии, которым пациент страдал, но мы должны также очевидно продемонстрировать, от чего он умер. И поэтому в такой ситуации заболевание, в общем, трансформируется в комбинированное. Первое – это, собственно, инфаркт мозга, второе – вот в этой куче попадают сюда все первично множественные злокачественные опухоли, каждая из которых, опять же, должна быть охарактеризована в полной мере. И еще раз, чисто напоминалка. Когда мы формулируем основное заболевание, мы должны с вами всегда указать на зологическую единицу, уточнить ее вариант, ее проявление, важные особенности патологического процесса, при необходимости указать результаты лабораторных и инструментальных исследований, на основании которых мы, собственно, базируем свой диагноз, или которые являются обоснованием нашей тактики. То есть почему мы выбрали выполнить ему хирургическое вмешательство, или выполнить ему химиотерапию, гормонотерапию, иммунотерапию, либо выполнить ему лучевую терапию в неодювантном, одювантном режиме и так далее. И указать характеристики того локального и системного воздействия, которое с пациентом было осуществлено. Что касается осложнений. Осложнения – это нозологические единицы, синдромы, симптомы, различные патологические процессы. Здесь очень широкий спектр различных проявлений, но они должны быть патогенетически или этиологически связаны с основным заболеванием, но при этом не являться его проявлениями. Но они утяжеляют течение и нередко приводят к смерти пациента. То есть это какие-то состояния, связанные с опухолью, если мы говорим про опухолевые процессы, которые утяжеляют ее течение, но не являются ее проявлениями, то есть ее, опять же, представительствами, как правило. Либо какими-то состояниями, которые обусловлены самой природой, спецификой опухоли. То есть это недостаточность функций, это нарушение проходимости, это выпады в части случаев, не связанные с непосредственным поражением опухоли, кровотечения, патологические и вторичные состояния по отношению к новообразованию. К осложнениям относят также и смертельное осложнение или непосредственная причина смерти. На сегодняшний день есть формальные рекомендации, которые в силу отсутствия рубрики непосредственная причина смерти у пациентов, которые умерли, предлагают вот это вот смертельное осложнение в рубрике осложнение просто выносить на первое место. Во всех остальных случаях или состояниях осложнения в рубрике осложнения перечисляются либо в хронологическом, либо в патогенетическом порядке. То есть мы должны не просто наваливать осложнения, как они приходят нам в голову, а мы их отражаем в этой рубрике в определенном порядке. Порядок самый простой, конечно, хронологический, то есть по мере их выявления. Но это не всегда характеризует ваше представление о пациенте адекватно, потому что иногда ваши соображения или подозрения о наличии осложнения могут опережать установление или подтверждение его наличия. Тогда вы можете в патогенетическом порядке собственно их перечислять. И тогда это выглядит гораздо логичнее. Допустим, если у вас есть подозрение на кишечную непроходимость, послеоперационном периоде, вы можете вынести кишечную непроходимость на первое место, потом указать срочное оперативное вмешательство, которое при этом подозрении было выполнено и которое подтвердило наличие этого осложнения у пациента. И все оперативные вмешательства, которые выполнены по поводу осложнений, должны быть отнесены именно в рубрику осложнения заболевания. Кроме того, единственная подрубрика, которая может быть вынесена отдельно, это реанимационные мероприятия, интенсивная терапия и их осложнения. То есть это единственная такая субрубрика, которая на сегодняшний день допустима в диагнозе. Вот, собственно, у нас пример. Основное заболевание – центральный рак легкого. У нас есть гистологическая верификация, у нас есть клиническая стадия, у нас есть операция, которая выполнена по поводу основного заболевания. Допустим, это будет пневмоноктомия, тракотомным доступом. У нас есть морфологическая стадия. Но у пациента в послеоперационном периоде развиваются осложнения. Они называются, собственно, послеоперационные осложнения, к которым могут относиться и внутрибольничная пневмония, и несостоятельность культибронха, ампиема и так далее. И если по поводу кого-то из этих состояний пациенту выполняется операция, дренирование, ревизия и так далее, мы эти операции выносим в рубрику осложнения и перечисляем это все в хронологическом либо патогенетическом порядке. Нужно, конечно, несколько слов сказать про полиоргану недостаточность, потому что это очень популярное словосочетание, которое фигурирует очень часто в посмертных, по крайней мере, диагнозах, и нередко его, в общем, используют к месту и не к месту. С одной стороны, полиорганной недостаточностью у нас по определению считается недостаточность трех и более систем органов. То есть недостаточность по двум системам это би-системная или биорганная недостаточность, а полиорганная недостаточность это три и более систем органов. Это с одной стороны, когда вы имеете право выставить это состояние, и другая часть, то, что вы должны обосновать наличие недостаточности функции по конкретной системе. То есть полиорганная недостаточность – это состояние, которое требует соблюдения критериальности с точки зрения количества пораженных систем и которое требует расшифровки, на основании чего вы выставляете недостаточность по каждой из систем органов. То есть здесь мы должны указывать, как правило, результаты лабораторных или инструментальных исследований. Что касается сопутствующих заболеваний, то эта рубрика должна быть в диагнозе, даже если вы считаете, что у пациента сопутствующих заболеваний нет. Допустим, он молод, или он ребенок, и вам кажется, что у него не может быть сопутствующих заболеваний, или у него нету каких-то состояний или заболеваний, по поводу которых он вне рамок госпитализации получал какую-то помощь. Рубрика должна быть, вы можете ее не заполнять, либо писать, что их не выявлено. Но ликвидировать рубрику нельзя. То есть если у вас будет две рубрики в диагнозе, это неправильно рубрифицированный диагноз, то есть неправильно сформулированный или оформленный. Это, собственно, сопутствующие заболевания, одна или несколько нозологических единиц, которые не были непосредственно связаны с основным заболеванием, с летальным исходом, если пациент умер. Например, либо в данный эпизод госпитализации или эпизод оказания медицинской помощи по этим состояниям или заболеваниям пациенту не оказывалась помощь. То есть если пациент с онкологическим заболеванием поступил в кардиологический стационар для получения, не знаю, аортокоронарного шунтирования, то у него основное заболевание будет ишемическая болезнь сердца, ее проявление, а в рубрике сопутствующие заболевания у него может быть меланома кожи, в какой-нибудь стадии, по поводу которой он получал иммунотерапию и так далее. То есть в этой ситуации мы с вами все равно диагноз воспринимаем не абстрактно. Нет у человека диагноза, с которым он ходит по жизни. У него есть диагноз на момент каждой конкретной госпитализации, на момент оказания медицинской помощи у него диагноз. И поэтому, собственно, и критерии к его формулировке тоже должны быть применены, исходя из контекста, в котором он сформулирован. И, собственно, то, что приводит к последствиям неблагоприятным, это результаты с лечения заключительного клинического и патологоанатомического диагноза. Мы буквально поверхностно остановимся на критериях с лечения, потому что здесь есть тоже ряд заблуждений. Но, тем не менее, то, что происходит при экспертной оценке и истории болезни, сродни тому, что, собственно, происходит и при с лечения заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов. Так вот, понятие совпадения или расхождения применяются только для рубрики основное заболевание. То есть мы сличаем все рубрики. Мы сличаем параллельно каждую из них. Но при этом расхождение или совпадение может быть только по рубрике основное заболевание. Следующая по степени тяжести после расхождения диагноза в состоянии – это отсутствие выявления непосредственной причины смерти у умерших, по крайней мере, пациентов. Чтобы никто не испытывал ненужной тревоги по этому поводу, есть формальное требование о том, чтобы непосредственная причина смерти была на первом месте среди всех осложнений. Но если в принципе в рубрике «Осложнение» в любом порядке где-то среди осложнений находится состояние, которое явилось непосредственной причиной смерти, не будет вынесено состояние как невыявленное или не установленное непосредственной причиной смерти. То есть в этом отношении порядок указания в рубрике «Осложнение» осложнений является второстепенным. То есть главное, чтобы это состояние фигурировало в рубрике «Осложнение основного заболевания». При этом есть опять же формальное требование к сличению. Мы сличаем с патолонатомическим диагнозом тот диагноз, который находится либо на титульном листе истории болезни, либо в зависимости от внутренних подходов к оформлению медицинской документации, скажем, в нашем конкретном учреждении, тот лист, на который выносится диагноз, это четвертый лист истории болезни. То есть это страница номер 4, она пронумерована, и мы, исходя из внутренней учетной формы этой медицинской документации, сличаем диагноз патолонатомический именно с тем, который выносится на четвертую страницу. То есть в каких-то разных медицинских учреждениях формы медицинских документов могут несколько разниться, но есть всегда страница, на которую выносится заключительный диагноз. И с этой страницей происходит сличение. То есть не важно, что вы написали в осмертном эпикризе, по большому счету. Важно, что вы написали вот на этой странице, если мы будем говорить про выписку, наверное, важно, что вы написали на этой странице и в выписном эпикризе. И нерубрифицированные диагнозы или диагнозы со знаком вопроса не подлежат сличению расцениваться как расхождение второй категории. Это нерубрифицированные или неправильно рубрифицированные диагнозы все со знаком вопроса. Это касается основного заболевания. В рубрике «Основное заболевание» у умершего пациента не должно быть знаков вопроса. Как в заключительном диагнозе, как в выписном диагнозе у вас не должно быть в рубрике «Основное заболевание» знака вопроса, потому что вы сформулируете диагноз заключительный. У вас может быть этапный или предварительный диагноз со знаком вопроса, но заключительный или окончательный диагноз не должен в рубрике «Основное заболевание» вопросы содержать. Есть три категории по степени тяжести. Первая – самая легкая, когда в данном учреждении, в данном обращении у пациента невозможно было установить верный диагноз, но это не повлияло на исход. Как правило, это объективные причины такого состояния. Вторая – когда в данном учреждении диагноз был принципиально возможен, однако диагностическая ошибка по субъективным причинам всегда не повлияла на исход. И третья категория – самая тяжелая, когда правильный диагноз был возможен, и диагностическая ошибка повлекла за собой неверную тактику, привела к наступлению летального исхода. Причины всегда субъективные. Из объективных причин у нас есть только три. Это кратковременность пребывания больного в учреждении до трех суток, трудность диагностики заболевания. Объективно это очень размазанная категория, но тем не менее, как правило, она ассоциирована с третьей. Это тяжелое состояние больного, невозможность по состоянию пациента выполнить ему необходимые диагностические манипуляции или вмешательства. К субъективным причинам расхождения диагноза неважно. Это посмертный диагноз или это неверно сформулированный диагноз, выявленный при экспертизе. Относится недостаточное обследование, недоучет анамнестических данных, недоучет клинических данных или неверная трактовка результатов дополнительных методов исследования. Это, в общем, довольно распространенная вообще в мире ситуация. Иногда это называют ошибками на постаналитическом этапе. То есть, когда происходит неверная интерпретация диагностических заключений врачами, которые принимают тактические решения. И это недоучет, либо переоценка заключения консультанта. Это к вопросу о том, что любые диагностические методы имеют свои возможности и имеют свои ограничения. И хорошо бы, конечно, чтобы все понимали это. К сожалению, неправильное построение или оформление заключительного диагноза и, собственно, любого диагноза является субъективной причиной трактовки диагноза как оформленного или написанного неверно. Ну вот, давайте немножечко с вами попытаемся почитать, что здесь написано. У пациентки первичном множественный метахронный рак. У нее новообразование левой молочной железы, комплексное лечение, мастектомия, химиотерапия, дистанционная лучевая терапия. Указано, какие зоны. Есть, правда, данные только о том, что это было в 1996 году. А дальше у нее новообразование нижнегрудного отдела пищевода, метастазы в различные регионарные лимфатические узлы, аргоноплазменная реканализация, брахитерапия, полихимиотерапия и так далее. На самом деле первое, что бросается здесь в глаза, это новообразование. Диагноз должен быть нозологическим. Нозология подразумевает хотя бы, чтобы здесь было написано рак молочной железы, что это не саркома молочной железы, что это не лимфома молочной железы, что это рак молочной железы. Тогда мы можем сказать, что для рака молочной железы мастектомия, полихимиотерапия по СМФ – это адекватная тактика. А если это лимфома молочной железы, то это совсем неадекватная тактика. И если человек получил комплексное лечение по поводу новообразования, наверняка у него есть морфологическая верификация. И этот морфологический диагноз должен быть в заключении, потому что морфологический тип опухоли имеет большое значение, особенно для таких новообразований, которые контролируются эффективно, которые могут рецидивировать, после которых пациенты живут долго. Здесь нам нужна эта информация. Ну и собственно новообразование пищевода, также по поводу которого пациент получил уже локальную терапию и системную терапию, должно быть верифицировано. Вообще, если мы возьмем с вами ТНМ-классификацию, то в вводной части к этому руководству написано, что мы можем использовать эту систему стадирования только при наличии морфологической верификации. Поэтому если врач простадировал новообразование без лишних дополнений по ТНМ, значит у него есть морфологическая верификация, и он должен ее вынести сюда в диагноз. Потому что если у пациента плоскоклеточный рак пищевода, это одна история. Если у человека аденокарцинома пищевода, это другая история. Может у него аденокистозный рак. Это третья история. Может у него опять же лимфома пищевода. Это в общем говорит о том, что диагноз, который вызывает столько вопросов, сформулирован неоптимально. Вот, собственно, это еще один из недавних примеров. Это досуточная летальность. Пациент к нам поступил санавиацией. Фактически молодой человек до 30 лет. Собственно, обследовался два месяца по месту жительства. У него первые симптомы были дыхательная недостаточность. Он, собственно, полтора месяца провел на пульмонологическом отделении. Ему сделали компьютерную томографию. Нашли большое объемное образование в средостении. Ну, то есть я вам рассказываю все, что мне известно про него. До вскрытия, понятное дело. Потом его все-таки дообследовали. Пропунктировали образование грудной клетки. Нашли образование в яичке. Сделали орфуникулоктомию. То есть он приехал с тем, что мы вот это все знаем. Он с этим приехал. Но диагноз сформулирован посмертно вот таким вот образом, как C62.1, зено опущенного яичка. Это, конечно, недостаточная информация. То есть в этом диагнозе мы не знаем, какова степень распространенности процесса. Мы не знаем, откуда у него асцит, гидроторакс, откуда у него сепсис, почему у него сердечная, дыхательная, церебральная, почная недостаточность. Откуда взялись все эти осложнения заболевания. Потому что основное заболевание – это терроинкогнито. А при этом у нас уже есть информация о том, что у него верифицированы гистологические опухоли яичка, герминогенные. Да, мы можем сомневаться в нюансах каких-то заключений, но это в данном конкретном случае не имеет никакого отношения к делу. То есть мы можем сформулировать диагноз как герминогенная опухоль правого, по-моему, здесь была яичка. Что у него метастазы в средостении с огромной опухолевой массой, которая, собственно, на момент вскрытия замещала ему гемиторакс тотально и, в общем, выдавалась в брюшную полость существенно. Мы можем сказать, что у него есть забрюшенные лимфоузлы, по данным КТ, с которым он к нам приехал. Мы можем сказать, что у него была выполнена функционная биопсия образования средостения. Мы можем сказать, что у него выполнена орфуникулоктомия. Это все вмешательство по поводу основного заболевания. Это все должно быть вынесено в диагноз. И тогда у нас уже с вами есть другое представление о степени распространенности патологического процесса. У нас есть данные биопсий, в том числе даты их выполнения. И мы можем примерно посмотреть, какое время этот пациент обследовался. И тогда нам понятно, что в связи с распространенностью процесса, с большой опухолевой массой, с длительным обследованием, у него уже есть гемодинамические нарушения, сыт, гидроторакс, у него есть причины для сепсиса, потому что у него есть очаги распада в опухолевых образованиях и так далее. То есть это совершенно другое представление о пациенте. Ваш диагноз – это ваше представление о пациенте. И вы можете это свое представление в разной степени донести до тех, кто этот диагноз читает. Вот следующий пример, который позволит нам с вами обсудить множество частых вопросов. Это периферический рак правого легкого с врастанием в пищевод позвоночник, деструкцией тел позвонков, подрастанием каорти трахеи. Стадия – это посмертный диагноз опять же. Но тем не менее принципы примерно одинаковы вне зависимости от того, имеет ли это отношение к умершим пациентам или нет. Для начала категорию МХ не нужно выносить диагноз. То есть на сегодняшний день в восьмом пересмотре ТНМ настойчиво рекомендуют не категоризировать пациентов как МХ. Что это значит? Если вы пишете CT4, CN, CM, то вы стадируете на основании тех данных, тех исследований, которые вам доступны. То есть если, допустим, вы находитесь в селе, и у вас из инструментальных методов исследования пациента только пальпация и перкуссия, вы можете его стадировать при наличии у него морфологической верификации и новообразования. То есть по данным, ну у нас рак легкого. Вы можете его стадировать как N0, M0. Если вы понимаете, что ваши методы имеют очень низкую разрешающую способность, вы можете указать, что эта стадия клиническая установлена на основании перкуссии пальпации. Категорию МХ на сегодняшний день не рекомендуется выносить. Категория НХ может существовать, особенно для тех новообразований, которые требуют исследования лимфатических узлов морфологического для установления этой категории. То есть когда она не может быть установлена на основании инструментальных методов, и когда морфологическое исследование не выполнено, тогда вы можете поставить категорию НХ. В других всех, ну то есть примером может быть меланома, которая требует биопсии сигнальных лимфатических узлов. То есть в этом контексте категория НХ может быть выставлена. Для всех остальных новообразований вы можете выставлять категорию Н на основании тех инструментальных данных, которые у вас есть. То есть если по данным КТ у вас нет регионарных лимфоузлов, нет данных за метастатически измененные регионарные лимфоузлы, вы можете поставить категорию Н0 и написать в скобках КТ брюшной полости там от такой-то даты. Тогда ни у кого не будет вопросов к тому, на основании чего вы стадировали, почему вы установили такую стадию. Следующий довольно частый вопрос – это многообразие вопросов в рубрике «Осложнение основного заболевания». На сегодняшний день тут нет каких-то формальных требований, вопросы в осложнениях, особенно у пациентов умерших, умерших внезапно, могут иметь место. Есть неформальное пожелание, чтобы этих вопросов все-таки в рубрике «Осложнение основного заболевания» было не больше трех. Но это, понятное дело, полная условность. Но, знаете, вот когда мы видим такое заключение, такой диагноз, что у человека и ОНМК, и инфаркт, и тело, и сепсис, и полиорганная недостаточность под вопросом, то это, в общем, опять же, отражает представление врача о состоянии и умирании пациента. То есть здесь сразу понятно, что врачу вообще непонятно, от чего он умер, просто вообще непонятно. Но все-таки у меня есть пожелание к вам не выносить в рубрику «Осложнение» вопросительные осложнения, которые имеют очень низкую вероятность обнаружения на вскрытии. Допустим, если у пациента массивное тело, у него будет определенный вид. То есть вы можете предположить телу. Если у него нет никакой синюшности верхней половины тела, никакого цианоза, тело мелких ветвей может вызывать аритмогенные смерти. Этот диагноз может фигурировать, особенно у онкологических пациентов с большой опухолевой массой. Но вот если у пациента нет никакой неврологической симптоматики, никогда не было, то вероятность у ОНМК, конечно, как причина ургентной смерти, она очень мала. Острый инфаркт миокарда, особенно у молодых пациентов, которые не имеют анамнеза, каких-то проявлений ишемической болезни сердца, тоже очень маловероятная история. Что касается полиорганной недостаточности под вопросом, то у вас есть, как правило, данные лабораторные, инструментальные. Вы можете сказать, есть ли у него дыхательная недостаточность, есть ли у него сердечно-сосудистая недостаточность, печеночная недостаточность по лабораторным показателям, либо недостаточность функции почек. То есть, как правило, все-таки, особенно у пациентов, которые умирают в реанимации, у пациентов онкологических, у которых в специализированных учреждениях умирают. Эти данные есть для того, чтобы полиорганную недостаточность вот так вот вопрошать, есть ли она или нет. Потому что мы, то есть потолонатом все равно будут смотреть анализы. То есть есть морфологические проявления, так сказать, повреждения тканей тех или иных паренхематозных органов, но недостаточность функции – это лабораторный показатель. Что касается сепсиса, то тут, конечно, есть ситуации, когда фульминантный сепсис развивается, но у пациента должны быть какие-то ворота входящие, хотя бы предположительные. Ну и вот, собственно, последний пример. Такой тоже жизненный. Недавно меня попросили о помощи, как сформулировать диагноз такому пациенту. Мужчине 62 года, у него неврологическая симптоматика с июня этого года появилась. То есть по данным МРТ выявлено новообразование в области теменной области головного мозга больших размеров 8 см. Выполнена трепанация, удаление этого новообразования в довольно короткие сроки. И сначала ему поставили первичное новообразование ЦНС гемангиобластому, но потом мы пересмотрели, доделали кое-что, и оказалось, что у него метастаз починоклеточного рака по иммунофенотипу. После этого пациент был обследован, сделали ему лучевые методы исследования ниже области головы и обнаружили большое образование правой почки 8 см с экстравенальным распространением, с давлением соседних органов. И, собственно, пациенту планировалась операция с целью уменьшения опухолевой массы и дальнейшее системное лечение. И планировался ему лапароскопический доступ, была выполнена попытка доступа в стандартной точке, она не увенчалась успехом, и ему сделали доступ по хасону. Я думаю, что хирургам, наверное, это в большей степени говорит, но нас, в общем, нюансы здесь не интересуют. В итоге во время доступа вскрыли просвет слепой кишки. Понятное дело, что это состояние, которое требует уже, так сказать, большого доступа, ему выполнена лапаротомия, ревизия, ушивание дефекта кишки, ну, потом, в общем, локальные осложнения развились, ему было выполнено ряд релапаротомий программных, установка системы контролируемого отрицательного давления и так далее. Собственно, вопрос, как формулировать диагноз? Ну, так у нас никакого интерактива не получается, то я буду сразу сама говорить, как формулировать диагноз. Понятное дело, что диагноз у него будет сформулирован как рак правой почки, клинические стадии у него, там, исходя из местного распространения Т3, по данным лучевых методов исследования, то есть по данным КТ брюшной полости, у него нет регионарных метастазов в лимфоузлах, поэтому это Н0, у него категория М1, метастаз головной мозг, гистологически верифицированный, у него установлена группа промежуточного прогноза по статье специфической классификации, и тут мы с вами должны еще одну ремарку сделать, потому что действующие рекомендации не исключают возможность использования каких-то редких классификаций, каких-то классификаций, которые являются очень специфичными для конкретной ситуации, для конкретной локализации, для конкретной группы опухолей. Более того, действующие рекомендации по формулировке диагноза призывают нас пользоваться классификациями, которые позволяют максимально уточнить, максимально характеризовать патологический процесс. Единственное, что так как классификация эта может быть не сильно распространена, необходимо ссылаться на нее, то есть указать в скобках, какой именно классификации вы пользовались для того, чтобы, так сказать, не эрудированный в этой области или, так сказать, поверхностно ее знающий специалист, в том числе проверяющий специалист, имел возможность к ней обратиться и понять, что вы имели в виду конкретно. Кроме того, с точки зрения использования аббревиатур, на сегодняшний день есть рекомендации, которые говорят о том, что в диагнозе не надо использовать не хорошо распространенные аббревиатуры. То есть по большому счету вы должны использовать только те аббревиатуры, которые являются абсолютно всем понятны. То есть острый инфаркт миокарта, всем понятная аббревиатура, ну много кому, но вот там иногда дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, ДДЗП, ну приходится подумать и как бы и может мы неправильно расшифровываем. Ну, ой да, да, ДГПЖ, да, вот собственно, такие аббревиатуры не надо использовать. То есть можно МКБ как мочекаменную болезнь или ЖКБ как желчнокаменную болезнь использовать еще, но вообще в принципе если у вас возникают вопросы, насколько это очевидно для всего сообщества медицинского вне зависимости от специализации аббревиатура, лучше ее не использовать, лучше ее расшифровать. Так вот, вернемся к нашему пациенту, у него рак правой почки с метастазом в головной мозг, собственно это в стадии указано, выполнена космопластическая трепанация по поводу основного заболевания, потому что метастаз в головной мозг это проявление основного заболевания. Мы указали характеристики этого вмешательства, указали дату вмешательства, указали гистологическое заключение в соответствии с которым у нас метастаз почечно-клеточного рака, потому что у нас нет верификации с первичной опухоли. Но в такой ситуации у нас может быть вопрос, а почему мы решили, что это рак почки? Ну, мало ли, может у человека в почке другое новообразование 8 сантиметров. Теоретически может быть, конечно, но с точки зрения реальной практики, вероятность того, что у него метастаз почечно-клеточного оккультного рака в головной мозг, при том, что у него в почке какое-то другое новообразование, вероятность этого стремится к нулю. Поэтому мы с вами, собственно, имеем возможность сформулировать, исходя из нашего клинического представления пациенте, а наше представление о том, что у него рак почки с метастазом в головной мозг, сформулировать диагноз именно таким образом. То есть если у нас возникнут у кого-то вопросы к диагнозу, мы можем его аргументировать, можем его защищать, защитить. То есть на сегодняшний день вообще в принципе, когда вы пишете диагноз, имеет смысл все-таки отражать ваше представление о пациенте. Но вы должны быть готовы к тому, что если у кого-то возникнут вопросы к диагнозу, вы должны быть способны на них ответить. А для этого иногда нужно подумать, какие в принципе могут быть вопросы у кого-то другого, кроме вас. Кроме того, пациенту по поводу основного заболевания была выполнена попытка лапароскопического доступа. То есть попытка входа в брюшную полость, а дальше в доступ по хосону. А вот после этого возникли интрооперационные осложнения. И в этом, собственно, кроется ключ к тому, в какую рубрику это состояние необходимо поместить. То есть вероятно, эти интрооперационные осложнения в виде вскрытия просвета слепой кишки ассоциированы с наличием у пациента спаечной болезни, механической спаечной кишечной непроходимости, которая после этого уже была установлена. Но патогенетически эти состояния связаны именно в такой последовательности друг с другом. Так вот, интрооперационное осложнение в виде вскрытия просвета слепой кишки привело к необходимости выполнить пациенту лапаротомию по поводу этого осложнения и далее по полной программе ревизию санацию ушивание установку ваг системы ряд программных релопаратомий можно каждую программную релопаратомию с заменой ваг системы перечислять отдельно либо если это стандартный объем операции они все одинаковые они плановые вы можете перечислить их вот таким вот образом то есть программные релопаратомии ревизии смена ваг системы от 1 5 10 20 числа такого-то месяца такого-то года ну и рубрика сопутствующие заболевания которые также у этого пациента имелись спасибо за внимание